СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ 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 СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗЕ что никакой коммерческой выгоды для советской России эти начинания не имели. Из всех проектов успешным оказалось, пожалуй, только производство карандашей. Здесь неожиданно «Хаммер» демонстрирует способности, на которые не могли не обратить внимания в ОГПУ. Пройдет время, и на эти качества будет делаться особая ставка. Технология производства карандашей в то время в мире вообще была засекречена. Основное производство было сосредоточено в Германии. Что сделал «Хаммер»? «Хаммер» нелегально вывез большую группу рабочих и инженеров, поселил их в России. Буквально через 2-3 месяца пришло оборудование, которое он тоже купил за взятки и за наличные деньги. В общем, карандашную фабрику он буквально организовал за несколько месяцев. Особую изобретательность «Хаммер» проявил в финансировании своих предприятий. Как свидетельствуют документы ОГПУ, он нашел несколько подпольных советских миллионеров, убедил их отдать ему деньги под проценты. А потом, говоря сегодняшним языком, просто кинул, пригрозив простодушным Непманом своими связями на Лубянке и даже в Кремле. «Хаммер» не лукавил. В записке Сталину Ленин требует от всех членов Политбюро оказать «Хаммеру» особую поддержку. Это малая тропинка, ведущая в мир американского бизнеса, и она должна быть всесторонне использована. В телеграмме Зиновьеву в Петроград Ленин предписывает выделить надежных людей для наблюдения за быстротой работ для концессии товарища американца. Рыкову надлежит проследить, чтобы наши обязательства по отношению к «Хаммеру» выполнялись с неукоснительной строгостью. Ленин без конца подчеркивал эту мысль, что важна политическая составляющая концессии, это ведь не экономическая. Показать миру, страна живет, страна работает, привлекает иностранный капитал, впереди дела пойдут еще лучше. «Хаммера» за это и ценили, за то, что он создал видимость прорыва экономической блокады в Советской России. В разгар НЭПа молодой преуспевающий американец слывет в Москве ценителем хорошеньких женщин и красивых вещей. Он разъезжает по городу на дорогом автомобиле и гуляет по Красной площади с двумя собаками – Королевским Пуделем и Чау-Чау. Отдыхать Хаммер предпочитает в Ялте. Он любит кавказскую кухню и цыганские романсы. Последнее приводит к тому, что он увлекается популярной ресторанной певицей Ольгой Вадиной и неожиданно привозит ее в Москву. Хаммера не смущает, что его избранница – дочь царского генерала, урожденная фон Руб. Связи с руководством ЧК позволяют ему не опасаться репрессий. Именно Ольга родит Хаммеру единственного сына. По протекции Троцкого Арманду сдают 24-комнатный особняк по адресу Садово-Самотечная улица, дом 14. Здесь он устраивает подобие светского салона. У него обедают Луначарский и Красин, красавица-жена охотно развлекает высоких гостей цыганскими песнями. Дом Хаммера производит неизгладимое впечатление на посещающих Москву иностранцев. Все это время Хаммер под пристальным вниманием Тзержинского. Очень скоро Хаммер убедится, что в этом есть свои выгоды. Когда вагоны с продовольствием, отправленные на Урал, застряли на небольшой станции, американский предприниматель обратился куда надо. Очень скоро груз отбыл по назначению, а комендант станции был расстрелян. Тзержинский, по словам Хаммера, был замечательным человеком. Связи Хаммера с советскими спецслужбами на этом не заканчивались. Рассекреченные архивы признают, что Хаммер был агентом Коминтерна, что он выполнял задания Коминтерна, что в интересах Коминтерна он перевозил деньги. Хаммер постоянно в дороге. Сеть отделений его фирмы в России и республиках Прибалтики, а также в Нью-Йорке, Лондоне и Берлине используются Коминтерном в сложных комбинациях по финансированию международного коммунистического движения. К этому времени под вывеской Коминтерна работают не только зарубежные коммунистические партии, целью которых была мировая революция, но и сотрудники ОГПУ, выполнявшие по всему миру задания большевиков. Они постоянно нуждаются в надежном канале поступления наличных денег. Хаммер спит в ночных экспрессах, мчащих его к вокзалам европейских столиц. Сообщения резидентов убеждают центр, что Хаммер в совершенстве освоил правила конспирации. Именно он сам перевозит десятки тысяч долларов наличными, что эквивалентно нынешним сотням тысяч. Однако все это было лишь подготовкой к поистине грандиозной операции, которую Хаммер вынашивал с самого первого дня своего пребывания в Советской России. В случае удачи она сулила ему баснословные барыши.